Привет, я Дмитрий Рогачёв, это новый влог на моём канале. Сейчас я подхожу к станции Окружная, первого диаметра. И на самом деле, мне не нужно ехать на первом диаметре, мне нужно в один из районов, который находится в зоне притяжения одной из станций МЦД. Вот вдалеке вы сейчас видите, как поехал двухэтажный штадлер, как раз на Окружную. А мне нужно в сторону Филей. И на самом деле, из Химок до Филей ехать на МЦД сейчас не очень удобно, потому что на Петровск-Размовске пересадки нет. Но ради контента и ради того, чтобы пообщаться с вами, я решил сделать такой небольшой крюк. И заранее предупреждаю, это видео я начинаю писать во второй половине дня. Сейчас на небе вы видите серость, да и вокруг меня, в общем-то, везде серость. И скоро уже потемнее, так что я очень надеюсь, что на всех станциях МЦД сейчас работает освещение. Иначе вам придётся угадывать, где я там нахожусь и записываю это видео. И, конечно же, в этом видео я отвечу на ваши вопросы, я поблагодарю вас за ваши донаты. И начну прямо сейчас. Д.В. Капустин. Большое спасибо за поддержку. Жаль, что без комментариев, но всё равно мне это не менее приятно. И аванс, спасибо за поддержку. По поводу вилочного движения на МЦД в Балашаху или в другие направления, я считаю, что это не очень нужно. На самом деле, объясняется это очень просто. Горьковское направление второй по популярности после Ярославского. И я очень сомневаюсь, что когда-нибудь в сторону Балашахи, даже если там полностью построят два пути, даже если её продлят ещё на одну станцию туда, в другие микрорайоны Балашахи, там вряд ли будет такой же пассажиропоток, как на основном направлении, в сторону станции железнодорожная. И я не знаю, где тут собаки так лают. Я вроде бы не на железнодорожных путях где-нибудь в северном, а просто в доме очень сильно лают собаки. Видимо, собаки не очень любят блогера. И возвращаясь к той же теме, я скажу ещё одно. На мой взгляд, ни на одном направлении МЦД не должно быть вилочного движения. Должен быть один основной маршрут, к которому уже будут подвозиться пассажиры со всех остальных ответвлений. И даже на Горьковском направлении, имея четыре полноценных пути, когда они будут достроены на всём протяжении от вокзала до железнодорожной, гораздо удобнее создать два пути для МЦД с действительно хорошим тактовым интервалом. И на других двух путях уже использовать все остальные дальние электрички и подвозить людей и из Балашихи, и со всех остальных населённых пунктов. Я уже подхожу к станции Окружная, вы видите все эти строительные работы. Там на самом деле сейчас шумно, даже несмотря на то, что я снимаю это в выходной день. А я на подходе успеваю сказать ещё Алексею большое спасибо за деньги на развитие канала. Русмуру сказать, что мне тоже понравилась та прогулка, и я вообще замечаю, что такие прогулки моим зрителям очень даже неплохо заходят. А также Дмитрию спасибо за деньги просто так на проезд. На проезд они в любом случае будут нужны, даже несмотря на то, что сейчас на МЦД он бесплатный, когда я это снимаю. Но я ведь сейчас и сюда ехал платно, и домой я поеду платно. В любом случае они будут потрачены по делу. И я, кстати, тут задумываюсь. Может мне действительно съездить ещё в одно место и отснять его пока проезд на МЦД бесплатный? А то как-то возвращаться в Павшинскую пойму, которая сейчас прям горит от того, что я раньше снял про этот район. За деньги туда возвращаться точно не хочется, а бесплатно. Ну а почему бы нет? Не знаю, будет настроение или нет. Если у вас такое желание, напишите в комментариях. Съездим, посмотрим на Пенягину. Здесь вот на подходе обычные лабиринтики. Риплин. Потому что, ну а как ещё сделать проход для людей? Никто не подумал, что людям здесь нужно будет ходить. Хотя от труп на самом деле воняет канализация, а не чем-то ещё. Но здесь же как раз большие работы по строительству второго выхода метро. И в целом здесь и подземли очень неплохо закапываются. Неужто с канализацией что-то произошло? На переходе к МЦД на улице с двумя полосами светофор на 100 секунд. Вы серьёзно? Это вот прям для людей так для людей. Тем, кто вдруг может быть забыл, на грузной такие огромные эстакады и такие огромные поднятые вверх пути. Потому что здесь будет большая трасса. Северо-восточная Хорда и северо-западная Хорда будут здесь соединяться практически воедино. Так что здесь пока очень большая стрелька и надолго. Вот я на окружной и посмотрите, нравится ли вам такой неожиданный дизайн напольного покрытия. О, Господи. Вот это я точно не перекричу. Повторюсь, напоминаю, нравится ли вам такой дизайн пола из огромного количества всяких пупырчатых и полосатых ограничителей для людей с проблемами по зрению. Выглядит вроде бы как странно, но тоже добавляет дизайна. И вот сейчас обратите внимание, Иволк на всех не хватает. По маршруту D1 Лобня прибывает самая обычная ЭП2Д. И даже если бы она ехала не до Лобня, а дальше в сторону Дмитрова, но не экспрессом, а обычной электричкой, садитесь на нее абсолютно спокойно и езжайте билетом МСД по территории зон город и пригород. Это действительно будет удобно, и вам действительно необязательно ждать именно Иволгу. И еще я хочу сказать большое спасибо Евгении за поддержку. Мне очень приятно, что меня смотрят не только из Москвы, но и из других регионов, и из других мест, откуда в Москву не всегда приезжают. И спасибо Ивану за поддержку. Ты меня извини, конечно, но я сейчас не собираюсь ехать в Лобню. Я сейчас собираюсь ехать на поезде из Лобни. И вот как по заказу подходит Иволга 2.0 до Одинцова. Ну и как видите, Иволги останавливаются не в самом начале и не в самом конце. Ну вот, кстати, послушайте ход Иволги 2.0 и посмотрите, насколько здесь хорошо оформлены информационные табло. Со всей полосой, со всеми станциями. Правда, некоторые названия еще старые. Например, инновационный центр Осколково. И во второй Иволги действительно ехать тихо. Москва, Савеловский вокзал. Следующая остановка Москва, Белорусский вокзал. Приехал на Савеловский вокзал. Вот моя Иволга в сторону Одинцова только что подошла. А в обратную сторону из тупика Савеловского вокзала отправляется электричка на Икшу. И вот как раз для того, чтобы таких ситуаций не было, и нужно строительство третьего и четвертого главных путей на Савеловском направлении. Так электричка на Икшу не должна была бы никого ждать. А здесь вот, посмотрите. Навигацию на Одинцово повесили. Правда, она уже намокла и выглядит, мягко говоря, не очень. Видимо, там что-то уже где-то прохудилось. В обратную сторону пришла обычная электричка. Вы тоже на нее можете садиться. А в самом поезде, как вы услышали, действительно тихо. За исключением моментов, когда поезд проезжает по стыкам путей и когда проходит по стрелкам. Но это следующее, что будут решать на Тверском вокзаловском строительном заводе. Я на самом деле уверен, что они будут заниматься этим вопросом дальше. А пока я жду следующую электричку в сторону Одинцова, чтобы поехать в том же направлении, я вам вот что скажу. Как вы видели, на электронных табло внутри поезда ИВЛГ 2.0 есть один небольшой, но очень важный недочет. Там не показываются никакие пересадки. То есть есть список остановок, но нету даже обычных значков пересадки на Метрополитен, на МЦК и на что-то еще. И точно так же по старинке объявляется нынешняя станция и сразу следующая станция. Вместо того, чтобы переходить на универсальное и удобное объявление с названием станции, с названием пересадок, между прочим, здесь на Савеловской две линии метро, отходят еще в сторону, ну, если уж говорить честно, то три. Серпуховско-Темирязевская, Солнцевская и Большая Кольцевая, но физически станции все-таки две. Кто разбирается в транспорте, тот понимает. И точно так же не объявляется, что дальше на станции Белорусская пересадка на Кольцевую линию метро, на Замосковецкую линию метро, это, мягко говоря, не очень хорошо по отношению к самому пассажиру. А я сейчас говорю спасибо двум Александрам. Первым из них по времени был Александр Второй, который очень сильно поддержал мой канал. Огромное спасибо. И Александр без номера, но он не менее важен, задал два вопроса. Я могу сказать так. Я очень хорошо отношусь к открытым участкам метро в целом. Но вопрос в том, что некоторые эти открытые участки можно было бы прикрыть, частично ли, полностью ли, это все абсолютно по-разному. И я на самом деле жалею, что в Новой Москве не построили больше метро сразу в сторону Троицка. То есть, если бы метро проходило посреди Калужского шоссе, точно так же, как оно проходит посреди трассы Солнцево-Бутово-Симферопольское шоссе, или Варшавское шоссе, ну, вы меня поняли, то это было бы гораздо лучше и гораздо быстрее. А так придется копать подземным способом метро вдоль шоссе, и это будет, не сказать, что бы очень правильно и очень удобно. Ну, а по поводу депо Московского метрополитена, конечно, я был в нескольких депо, но на самом деле, честно скажу, ни разу сам не напрашивался, но так сложились обстоятельства, что я снимал в некоторых метро и даже заезжал в депо прямо на поезде метро. Было такое. Пока я говорил, с вами уже подошла следующая электричка. Это обычная электрешечка, которая, несказывается, в очень хорошем состоянии. Ну, по крайней мере, ее иногда просто стоило бы мыть, но это уже вопрос не ко мне, а к тем людям, которые эксплуатируют. И я еду от Савеловского до Белорусского вокзала, и посмотрите, насколько мало здесь народу по сравнению с Иволгой. Конечно, на Савеловском вокзале часть народа уже вышла, но я понимаю, что все равно на старые встречи люди пока смотрят немножечко хуже, даже если они идут по МЦД. Ну, такова уж реальность. Все Иволги сделать не успели к приезду самых больших лет. А для тех, кто, как Ян Ярославский, беспокоится по поводу перепрограммирования своих карточек, я вам скажу вот, что перепрограммирование будет вестись автоматически с любым следующим пополнением карты. Меня вот уже очень сильно укачивает. Надеюсь, что когда-то эти пути будут ровнее. Ну, это не главное. Главное, что не беспокойтесь по поводу своих карточек. Все с ними будет абсолютно нормально. Даже через месяц и, наверное, даже через год, а может быть, еще и через пять лет. Кстати, не знаю, на какую платформу будем пребывать на Белорусском вокзале, поэтому пока я еду, можете делать ставки. С какой стороны будет выход на Белорусском? С правой стороны или с левой стороны? Ну, а я пока успеваю сказать еще большое спасибо Сергею и сказать, что пока ехать на станцию Переделкино я не планирую. Все-таки впереди третий диаметр, четвертый еще дальше, несмотря на то, что на четвертом сейчас работ ведется больше, чем на третьем. Но все равно пока я еще очень сильно сомневаюсь, что есть смысл ехать, снимать эти станции, потому что по третьему диаметру даже с кем-то недостаточно. Не говоря уж о том, чтобы рассказывать, как там действительно что будет. Ведь я снимал видео про возможный перенос Останкино в сторону Маркона. Там тоже непонятно, будет перенос или нет, или будет новая платформа. Ну что, объявили уже Белорусский вокзал. Смотрим, с какой стороны будет платформа. Походу справа, если я правильно понимаю. Да, платформа справа. Ну что ж, выходим с правой стороны. Хумгат, спасибо за твою поддержку моего канала. И я на самом деле не знаю, что тебе ответить. Конечно, я понимаю, что многие хотели от меня видео про открытие МЦД, про всю эту эпопею, про все эти проблемы. Но мне кажется, уже столько слов сказано, что я даже не знаю, что добавить. Да, поторопились просто ради того, чтобы открыть эту систему именно в этом году. И чтобы показать все это очень красиво в федеральной прессе с самыми высшими чиновниками. Ну и, конечно же, во главе с нашим президентом. Ну, они захотели так. Было понятно, что система не готова. Было понятно, что все это еще нужно достраивать. И открывать это нужно по-хорошему в следующем году. Но никто ничего не думал. И вот, например, Белорусский вокзал. Люди бегают в одну сторону, люди бегают в другую сторону. Ну, поезда прибывают на четыре пути. И не сказать, чтобы это было действительно кому-то вообще удобно и комфортно. Стоило ли называть это действительно открытием МЦД? Ну, в основном люди говорят, что это МЦД фактически не открылось. А я скажу так. Для МЦД было действительно принципиально важно два пунктика. Это оплата проезда и это тактовое движение. И несмотря на то, что здесь на первом диаметре с тактовым движением все плохо, действительно, оба пункта так или иначе выполнены. Не очень хорошо, но выполнены. Значит, это действительно открытие МЦД. Ну, а я пойду узнавать, какая электричка будет следующей. Потому что та, на которую я приехал, вот только что уехала. Вот, кстати, очень хороший вопрос. Видите, на платформе, которая слева в кадре, осталось несколько человек. Почему они не сели на электричку? Может, им действительно нужно на электричку, которая следует дальше, чем Дорохова. Но если куда-то ближе, чем Дорохова, то мне очень непонятно, почему они на нее не сели. Ведь у нее точно такие же билетные условия. И точно так же сейчас проезд абсолютно бесплатный в эти дни. И еще один донат был от Русмура. Да, я все-таки добрался до Подольска. И это было очень приятным, хоть и холодным, на самом деле, завершением всего того цикла по второму диаметру. И спасибо за еще один донат. Ну, а сейчас, пока я спускаюсь вниз, я посмотрю, какие донаты пришли на Яндекс.Деньги. И тоже их обязательно зачитаю. И в очередной раз у меня что-то с вами впервые. Я сейчас сажусь на Аэроэкспресс в сторону Одинцова, чтобы просто проехать в нем по городу. На самом деле, я еду только до Филей, потому что мне сейчас нужно именно туда. Да, многолюдно, конечно, поезде Аэроэкспресс в следующем Водинцова. Многолюдно. Пока я еду с комфортом по Аэроэкспрессе в сторону Филей, как раз зачитаю те пять донатов, которые пришли на Яндекс.Деньги. Перевод от 12.32. Дмитрий, спасибо за классные видосы. И вам огромное спасибо за то, что смотрите мои видео. Пополнение с карты 33.60. Не знаете, почему на площади Лича и Римской переход на МЦД идет на станцию Москва-Товарная, до которой идти 10 минут? Почему не Серпый Молот, которая находится сразу в метро? Все очень просто. Станция Москва-Товарная относится к диаметрам. И сейчас диаметры относятся к тем направлениям, которые первоочередны для объявлений в метро и для указателей. Даже несмотря на то, что Серпый Молот на самом деле ближе. Но она пока не в системе Московских центральных диаметров. Когда Москва-Товарную перенесут поближе к Серпому Молоту и переименуют, тогда ее будут объявлять вместе с будущей станцией четвертого диаметра. Пополнение с карты 0.596 на 3000 рублей. Спасибо. Интересное видео. Привет из Германии. И Германии огромный привет. Я надеюсь, что вам нравятся мои видео. И я очень надеюсь, что вы и дальше будете смотреть мой канал. Будет интересно. Не сомневаюсь. Пополнение с карты 73.55 на 300 рублей. К сожалению, без комментариев. И перевод от 60.36 на 1000 рублей. Продолжай в том же духе. Огромное спасибо всем вам за ту поддержку, которую вы мне оказываете. И сейчас я закончу свой блог на станции Фильи, потому что там все-таки были самые высшие чины нашей страны. И там стало чуть-чуть почище по сравнению с тем, что я видел, когда снимал видео по первым диаметре. Станция Беговая. Переход на станцию метро Беговая. Путь следует до станции Одинцова со всеми остановками. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция Тестовская. Для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК не забывайте валюбировать карту Тройка на выходе со станцией МЦД. Чтобы осуществить, что они не подключены, Тройка-карт-пассажеры напишутся на кард-ридер, когда меняется для МЦЦ и метро-лайн. Напишите мне в комментариях, понравилось вам такое объявление остановок МЦД. Мне кажется, это очень даже неплохо, и вроде бы не перегружается само движение по направлению. В отличие от некоторых мест на МЦК, где объявления идут фактически одно за другим и иногда даже не успевают закончиться к тому моменту, как поезд уже отправился. Вот это то, о чем я и говорил в самом начале видео. Сейчас уже стемнело, экшн-камеру используются для съемки в темное время суток, мягко говоря, глупо, а на станции Филии ничего, просто свет от прибывающего электропоезда. И на самом деле моя камера очень сильно вытягивает экспозицию, поэтому на самом деле здесь вот так, как вот тут на платформе. То есть намного темнее. Сейчас я, конечно же, поднимусь наверх на пешеходный мост, мы посмотрим с вами, видно ли там будет что-то. Если нет, то на этом видео и закончится. Но вот на троганный влог, чтобы быть таким, как все есть. Здесь тоже нет никакого освещения, поэтому я для начала сниму и покажу вам, что к чему, а потом пойду уже на этот мост по своим делам. Здесь мы сейчас с вами подходим в сторону станции метро Филии. Здесь хорошо хотя бы фонари светят. И как вы видите, здесь просто все заасфальтировали. Конечно, я не могу сказать, что это прям очень хорошо, и что это действительно комфортно, но, по крайней мере, это хороший, спокойный и чистый проход. И очень хорошо, что здесь снесли всю эту излишнюю торговлю и весь этот ужас, который здесь действительно был. Ну а на этом мой влог заканчивается. Спасибо за внимание. Спасибо тем, кто поддерживает мой канал. Ссылки в описании. И не забывайте подписываться на канал. Это очень важно для того, чтобы YouTube чаще и чаще предлагал мое видео новым зрителям. Пока.